Здравствуйте, это компания Viva Telecom, меня зовут Вадим Калинин и сегодня мы начнем вас знакомить с новой радиостанцией от компании YASU называется модель FT3D, в нашем случае с индексом R, то есть полное название FT3DR это флагман на настоящий момент у компании YASU из портативных радиостанций приходит она на смену такой модели, наиболее близкой, наверное, из аналоговых станций это VX7R, то есть у нее тоже широкий диапазон от полумегагерца до одного гигагерца на прием на передачу она работает в двух диапазонах, в двухметровом от 144 до 148 и в 70 сантиметровом 430-450 МГц, впрочем мы сейчас это проверим как раз пределы участков этих затронем она сейчас работает не только в аналоговом режиме, но и в фирменном цифровом режиме от компании YASU, C4FM, модуляция так называемая чем еще она интересна? у нее цветной сенсорный дисплей она работает в том числе через сеть интернет у нее два независимых приемника, которые способны работать параллельно то есть в любом режиме, допустим, два приемника сразу может работать в двухметровом диапазоне либо два приемника в 400 МГц, либо один в 400, второй в 136, ну то есть именно два независимых приемника у нее встроенный GPS приемник есть то есть она может принимать координаты географические и передавать их в качестве цифровых данных другим радиостанциям есть модуль беспроводной передачи данных, встроенный, Bluetooth соответственно вы можете подключить ее к какой-то сети беспроводной например, в автомобиле вы можете выводить звук на динамики автомобильные если есть система Bluetooth в автомобиле также вы можете подключать любое оборудование Bluetooth, в том числе беспроводные гарнитуры к этой станции но вот в основном это такие особенности идет по комплектации, по конструктиву я сейчас все расскажу и естественно мы проверим, то есть мы изучим параметры антенны мы проверим выходную мощность, мы проверим чувствительность в разных диапазонах и отдельно мы снимем ролик по дальности связи этой станции начинаем тогда, последовательно будем действовать комплект поставки, прием вели датчик, инструкция пользователя антенна портативная, широкополосная, рассчитанная на весь диапазон никакие дополнительные секции на нее не накручиваются то есть она во всем диапазоне от полумегагерца до одного гигагерца рассчитана на работу с этой станцией аккумулятор SBR14 Li емкость у него 2200 мАч в виде ионного исполнения сетевой адаптер SAT25 рассчитан на зарядку данной батареи именно с подключением к сети 220 вольт и в станцию то есть это не быстрая зарядка сразу скажу, что вот с этим адаптером, хоть и у него на выходе и 1 ампер заряжается SBR14 Li в 8 часов 10 минут это мы уже лично проверили, то есть полная зарядка батареи занимает более 8 часов поэтому рекомендуем, если нужна быстрая зарядка, то сразу докупать CD41 стакан быстрой зарядки а сколько он заряжает данную батарею, мы тоже проверим, сообщим позже кабель USB, mini USB для подключения радиостанции к компьютеру для обновления прошивки но и для подключения, например, внешнего GPS приемника клипсокрепления радиостанции на пояс конструкция радиостанции на передней панели сверху у нас находится цветной сенсорный дисплей у него разрешение 320 на 240 пикселей, TFT дисплейчик этот тип внизу у нас располагается 7 кнопок управления физических ниже расположен динамик, мощность звукового динамика 0,7 ватта на внешний динамик станция выдает 0,3 ватта микрофончик вот здесь вот расположен с левой стороны теперь у радиостанции слева располагается кнопка передачи резиновая далее функция отключения шумоподавителя кнопка регулировки порога срабатывания шумоподавителя и кнопка выключения-включения станции и она же является кнопкой блокировки клавиатуры так теперь справа у нас расположены две заглушки одна из них служит для подключения радиостанции к компьютеру для подключения гарнитуры MH85 с видеокамерой либо для подключения внешнего GPS приемника далее у нас находится выше слот для карты памяти microSD microSD у данной станции нужен для записи, например, голоса в том числе станция пишет как принимаемую часть, так и передающую ну то есть не только ваш голос, но и голос собеседника принимаем или наоборот, не только голос собеседника, но и ваш передаваемый голос кстати, по исполнению радиостанция соответствует стандарту влагозащиты IPX5 то есть это ниже чем у VX7R далее ниже вторая заглушка у нас выход на гарнитуру соответственно одна штыльковую и ниже разъем для подключения внешнего питания сюда подключается и в том числе SD25 зарядник далее сверху сверху у нас расположен разъем SMA розетка для подключения антенны есть GPS приемник, то есть антенна здесь GPS приемника расположена и два регулятора один из них регулирует громкость второй позволяет перемещаться по меню и также шагать по частоте ну соответственно сзади у нас контакты для подключения аккумулятора и также есть отверстие для подключения или подсоединения ремешка на запястье по аккумулятору аккумулятор литий-ионного исполнения емкость у него 2200 мАч 7,2 В на выходе сделан аккумулятор в Китае сама станция произведена в Японии сейчас вот специально вам это покажу так, ну давайте покажем тогда управление то есть кнопка включения у нас находится слева соответственно включаем станцию она спрашивает нас сначала идентификатор, но мы уже его задали и далее переходим мы в рабочий режим в рабочем режиме у нас по умолчанию отображаются сразу две частоты то есть за которыми мы можем следить это например двухметровый диапазон и первый канал LPD диапазона соответственно уровень громкости у нас регулируется на активном канале кнопками AB мы можем переключать активный канал и второстепенный соответственно все регулировки будут естественно у активного канала вот я регулирую громкость я перебираю частоты далее чтобы изменить шумоподавитель или уровень шумоподавителя надо нажать эту кнопку соответственно на активном канале становится режим изменения шумоподавителя и соответственно этим же регулятором которым мы регулировали громкость мы можем регулировать порог срабатывания шумоподавителя отжимая назад эту кнопку мы возвращаемся к регулировке громкости теперь если нам не нужно следить сразу за двумя диапазонами мы нажимаем кнопку AB на пару секунд и получаем основной канал только один соответственно далее мы можем уже управляя сенсорным дисплеем выбирать какие вспомогательные в какую вспомогательную информацию отображать на появившемся свободном месте например мы можем изменять режим работы шумоподавителя ctc ss dcs коды соответственно далее мы можем поставить например на слежение за несколькими каналами сразу то есть анализатором спектра грубо говоря вот мы видим какое-то движение на вот этом канале мы автоматически можем на него переключиться то есть очень удобно мы сразу можем отслеживать несколько каналов режим вот этого спектрографа он выбирается тоже гибко в настройках соответственно мы можем отслеживать сразу до 79 каналов далее допустим если нам нужно изменить частоту то мы можем нажать на целое число частот и переключиться например на какую-то другую частоту зачем я нажимаю карандашом чтобы не измазать дисплей и в ролике было ну дисплей был чистый естественно все срабатывает и под пальца далее соответственно здесь режимов работы очень много вы можете также допустим меня через появившийся дисплей выходную мощность станции она выбирается из трех уровней соответственно естественно вы можете вернуться и на два диапазона сразу можете работать только с каналами памяти либо вводить частоты вручную также вы можете выбирать активный канал естественно просто нажимая пальцем режим работы вы можете выбирать нажимая кнопку мод давайте проверим выходную мощность радиостанции на двух диапазонах начнем тогда с двухметрового 136 я вам специально продемонстрирую что она здесь на передаче не работает работать только в любительском диапазоне то есть я нажимаю ошибка так теперь 142 например мегагерца мы введем 142 800 75 станция работает в этом диапазоне то есть на этой частоте так давайте я тогда 138 на 138 еще не работает так 100 140 140 работает на передачу так так 139 не работает то есть 140 мегагерц станция работает доз давайте верхний диапазон проверим 170 на передачу работает 170 до 174 до 174 то есть со 140 до 174 станции на передачу работает но давайте будем мощность проверять тогда на 144 150 например так обращаем внимание на дисплей тогда я включаю на передачу станцию 3,9 ватта это чуть ниже чем заявленная как ни странно так давайте тогда переключаемся мощность естественно стоит большая давайте переключаемся на 400 мегагерц на 400 она не работает на 420 на 420 станция уже работает на передачу так 410 так давайте 419 мы сейчас экспериментальным путем проверим но с 420 получается она работает на передачу до 470 работает до с 4 в верхнем диапазоне станция работает от 420 до 470 мегагерц но давайте мы на 440 590 на 440 590 600 например будем проверять это как раз середина диапазона между двумя любительскими LPD 433 и PMR 446 смотрим какая мощность будет здесь 4 ватта грубо говоря ровно аккумулятор напоминает полностью заряжен станции но вы можете индикатор кстати видеть в верхнем левом углу но давайте перейду например на 420 и посмотрим в начале диапазона какую мощность станция выдает но тут всего лишь 1,75 ватта так и верхний диапазон так 470 она у нас кнопочки маленькие иногда не попадаешь конечно вот здесь всего пол ватта она выдает ну то есть заявлено производителем 5 ватт выдает станция поменьше 393 и здесь 400 давайте еще 433 075 введем до LPD первый канал 418 то есть немного мощность у нее ниже так а давайте переключимся в цифровой режим но хотя здесь опять же может неправильно показывать хотя 420 ватта показывает станция в этом диапазоне давайте начнем проверять чувствительность радиостанции FT 3DR в диапазоне CB мы проверять не будем потому что прибор у нас выдает генератор только частотную модуляцию а станция работает только в амплитудной в диапазоне CB но и чувствительность там всего 3 микровольта поэтому особо там интересного ничего мы и не увидим давайте начнем с 50 МГц то есть 53100 мы поставили на станции на генераторе также шумоподавитель мы полностью открыли как вы видите зеленый индикатор говорит о том что шумоподавитель открыт но давайте я тогда повышу сейчас громкость динамика и будем подавать с генератора сигнал при значении в децибел ваттах получим значение уже различимое на динамике соответственно это и будем считать уровнем открытия шумоподавителя по полезному сигналу и из этого значения уже получим уровень чувствительности в микровольтах давайте начинаем я динамик тогда открываю в смысле громкость увеличиваю и начинаю увеличивать конкретуду сигнала минус 127 децибел ватт соответствует чувствительности 0,1 микровольта то есть чувствительность лучше чем заявленная по паспорту здесь 0,35 микровольта в этом диапазоне должно быть так следующая частота 144 250 мы выбрали в двухметровом диапазоне давайте посмотрим что сможет она то есть громкость повышаю повышаю и начинаю увеличивать амплитуду сигнала ну минус 126 мы получили значение соответственно 11 сотых микровольт это мы получили значение чувствительности в этом диапазоне по паспорту она у нас чувствительность 0,16 микровольта то есть чуть лучше чем заявлено в паспорте так теперь проверяем чувствительность диапазоне 433 мегагерца то есть первый канал 5 мы выбрали увеличиваем громкость и начинаем увеличивать амплитуду сигнала давайте 124 получили значение проблемы так это соответствует 14 сотых микровольта по характеристикам производителя 18 сотых микровольта ну то есть фактически совпадает чуть лучше давайте тогда еще измерим в режиме вот таком то есть шумоподавитель поставлен на минимум посмотрим насколько на каком уровне сигнала сама станция откроет шумоподавитель то есть посмотрим какое значение чувствительности будет при этом минус 121 минус 121 соответствует 0,2 микровольта но вот здесь уже ближе конечно к данным которые указываются в техническом характеристиках соответственно то есть если вы хотите принять сигнал с помехами то чувствительность естественно будет чуть лучше даже чем заявленное но сам шумоподавитель открывается именно по значениям указанных указанных в характеристиках давайте в диапазоне 2 метра тогда также сделаем проверку чувствительность но в смысле уровень шумоподавителя поставлен на минимальном значении и посмотрим на каком уровне сигнала откроется шумоподавителя и посмотрим на каком уровне сигнала откроется шумоподавитель минус 123 минус 123 это 16 сотых микровольт соответственно да явно по характеристикам которые указаны в документации соответствует давайте теперь проверять графики штатной антенны на 50 мегагерцах вообще резонансов антенны нет то есть ксв больше 10 то есть антенна для этого диапазона не предназначена 27 герц то же самое ксв больше 10 во всем диапазоне то есть нет резонанса ни на каких частотах в нижнем диапазоне так на 144 мегагерц или в двухметровом диапазоне резонанс у антенны получается на 145 500 при этом значение ксв примерно 1,2 значение здесь в этом диапазоне 1.3 показывает 430 мегагерц значение во всем диапазончике фактически равно 4 единицам то есть антенна для этого диапазона подходит не очень четыре целых три десятых 1 2 3 качество приема аналогового сигнала передаем ну что на этом первую часть обзора радиостанции ясу ft3dr мы заканчиваем проверили мы работу в аналоговом режиме цифровом измерили чувствительность приемника в разных диапазонах частот и мощность выходной также проверили антенну штатную антенна штатная конечно подходит только для диапазона двухметрового 144 мегагерца для диапазона 400 мегагерц она работает не лучшим образом но это как у ясу фактически всегда антенны не очень штатные работают для диапазона 2754 естественно она тоже по параметрам своим очень низкого качества но не низкого качества неподходящий вариант то есть она именно рассчитана на работу в любительском двухметровом диапазоне далее по выходной мощности получили мы значение в мощности 3,9 ватта диапазоне двухметровым что несколько ниже чем заявлено производителем то есть там до 5 ватт выходной мощности в высоком уровне естественно станции стоял высокий уровень мощности в меню нас чем это связано не могу сказать потому что батарея полностью заряжена в меню естественно выбрано все верно прибор у нас кстати показывают тоже без проблем то есть мы на многих станциях уже проверили все соответствует далее по чувствительности опять же у нас два режима измерения было с открытым шумоподавителем характеристики чуть выше чем заявлены с минимальным уровнем шумоподавителя характеристики соответствуют заявленным но здесь опять же вот два режима измерения на естественно вы в любом случае работать будете с каким-то уровнем шумоподавителя не будете же вы постоянно слушать шум из динамика соответственно все таки второй режим который с минимальным порогом шумоподавления я считаю более правильным но соответственно по чувствительности к станции претензий никаких по поводу обнаруженных недостатков но сейчас сразу могу сказать что во первых это зарядка штатная она очень медленная то есть если вы разрядите станцию днем то заряжать ее в течение 8 часов будет очень неудобно то есть производитель здесь сразу намекает на приобретение дополнительного адаптера сиди 41 стакан для быстрой зарядки аккумулятора но и сам дисплей конечно это тоже новое в радиосвязи он не совсем удобный например для ввода частоты получается немножко небольшого размера сами ячейки то есть иногда бывают ложные срабатывания именно но соседних кнопок нажатии происходит и непонятно как он будет себя вести на морозе здесь мы это проверить естественно не можем то есть это покажет уже эксплуатация станции но так в перчатках им можно пользоваться потому что дисплей резистивный то есть мы специально использовали не только пальцы но и карандаш для того чтобы продемонстрировать что нажимать можно и другими предметами более тонкими для удобства работы далее будет второй ролик еще по проверке дальности связи на данный момент у кого есть какие-то вопросы или пожелания еще что-то протестировать мы естественно готовы это сделать так как еще будем вторую часть ролика снимать соответственно пока у нас все в памяти свежо соответственно задавайте вопросы готовы на них ответить углубляться в какие-то тонкости по поводу именно работы через интернет по поводу записи голоса но я думаю что это все специфично и с этим разобраться не сложно в принципе все описано в инструкции то есть мы проверили самые основные параметры но на этом первую часть обзора заканчиваем у кого есть вопросы задавайте подписывайтесь на канал нам это очень важно ставьте лайк кому видео было полезным всего вам доброго до свидания